здравствуйте с вами информационный обзор климатических событий в мире в текущем выпуске мы увидим птицы способны разжигать пожары что такое септонное поле климатический обзор за неделю как блогер помог школьникам в либерии социальный эксперимент о том что нас объединяет дорогие зрители оставаться в курсе климатических изменений в мире стало еще проще для этого подписывайтесь на наш канал а также на группы в социальных сетях во время лесных пожаров на севере австралии пожарный дик эйсен стал свидетелем того что когда огонь был почти потушен прилетела птица несущая в своих когтях горящую веточку пролетев возле пожарных и отдалившись от них на 50 метров птица бросила ветку в сухую траву и огонь разгорелся с новой силой в течение дня пожарные тушили еще несколько возгораний в разных местах появившиеся вследствие деятельности птиц которые переносили тлеющие или горящие ветки но почему птицы это делали что ими двигало изучением поведения насекомых птиц животных и других одухотворенных существ ученые занимаются долгие годы и они отмечают что поведение существ различается в зависимости от их количества ученые отмечают что под воздействием некой контролирующей надстройки существа в большой группе создают и реализуют то что поодиночке не только не собирались делать но и не знали об этом при подготовке выпуска мы нашли много необъяснимых для официальной науки фактов благодаря ученым аллатра наука известно что контролирующий надстройкой является септонное поле это общее универсальное поле благодаря которому происходит все фундаментальные взаимодействия в материальном мире она лежит в основе любого явления процесса объекта и их составляющих собственное септонное поле присуще как объектом макро мира так и объектом микро мира именно это универсальное поле определяет поведение сложных систем знания о септонном поле является ключевыми для понимания материального мира на всех уровнях его существования ведь все планеты галактики даже камни которые мы считаем неживой материи по сути живое не говоря уже о биологических разумных существах у каждого вида материи своя жизнь в них также есть те же атомы электроны которые двигаются вокруг ядра вся материя и живая и неживая это всего лишь различные комбинации определенного числа элементов которые через определенный период времени благодаря аллату преобразуется в другое состояние материи не более человек а в отличие от тех же зверушек растений камней способен выбирать между конечным миром материи и бесконечным духовным и за свои действия он отвечает сам он может быть вечен благодаря своей душе а может быть временем как материя то есть ему дан выбор впрах ли ему превратится с полной аннигиляции души или уйти душой в вечность людям кажется что все у них еще впереди но на самом деле у человека гораздо меньше времени чем кажется жизнь пролетает в одно мгновение и в это мгновение нужно успеть сделать правильный выбор дорогие зрители интересно ли вам больше узнать о поведении существа в природе хотели бы вы видеть в последующих выпусках климат-контроля информацию об этом на конкретных примерах и убедиться в том что септонное поле существует пишите об этом в комментариях и мы об этом расскажем 6 января испания у города эле хида в провинции альмерия прошел смерч иран в 8 километрах юго-восточнее города сары поле захоп в провинции керманшах произошло землетрясение магнитудой 5,1 от которого пострадал 51 человек индия штате джаму и кашмир в результате схода лавин пострадали 13 человек австралия штате виктория из-за высокой температуры воздуха в 40 градусов по цельсию а также сильных ветров вспыхнули пожар из города корон даунс в штате виктория эвакуировали население в штате южная австралия где лесной пожар охватил 12 гектаров территории разрушено 6 домов в штате новый южный уэльс от аномальной жары которая в некоторых районах достигала 47 градусов по цельсию погибли тысячи сероголовых летучих лисиц самых больших летучих мышей с размахом крыльев до 1 метра бразилия в муниципалитете толеду прошел торнадо нидерланды в результате паводка на реке вал затоплены прибрежные территории в течение дня на планете было зафиксировано 263 землетрясения из них 44 магнитудой свыше 4 максимальная магнитуда составила 5,3 седьмое января папуа новая гвинея из-за извержения вулкана кадавар в результате которого лавой покрыла половину одноименного острова были эвакуированы 600 жителей за всю историю метеонаблюдений вулкан извергается впервые испания в результате сильного снегопада было нарушено автотранспортное сообщение на трассе и 6 на северо-западе от города мадрид 4000 автомобилей попали в снежный плен в городе кордона в провинции барселона в каталонии торнадо разрушил несколько зданий беларусь река западная двина выйдя из берегов затопила прибрежные районы города витебск уровень воды в реке поднялся до отметки в 529 сантиметров над уровнем водомерного поста что обычно бывает весной уровень воды поднялся также в реках березина днепр неуман припять и сош германия циклон бурклинг по международной классификации элеонора спровоцировал рост уровня воды рек дунай мазель и саар что привело к затоплению прибрежных районов на реке мазель уровень воды поднялся до критической отметки в 8,3 метра в районе города кохим река рейн в городе кель поднялась на 8,35 метра в городе бон на 7,86 метра в городе дюссельдорф на 7,79 метра франция у города сан-жан-пла-де-кор в департаменте восточные перенеи прошел торнадо финляндия из-за шквалистого ветра порывы которого достигали 30 метров в секунду более шести с половиной тысяч домов остались без электроэнергии непогода затронула 16 городов на западе и юго-западе страны алжир пустыни сахара у города ансефра выпало до 40 сантиметров снега ранее снег здесь наблюдался зимой 2016-2017 годов и в 1979 году австралия в городе пенрид в штате новый южный уэльс температура воздуха впервые за 79 лет достигла рекордных плюс 47,3 градусов по цельсию в течение дня на планете было зафиксировано 312 миллитрясений из них 65 магнитудой свыше 4 максимальная магнитуда составила 5,8 8 января франция в департаменте восточные перенеи и округе флорак выпал град размером с перепелиное яйцо сингапур сильные ливни вызвали затопление в девяти районах страны в течение четырех часов на острове выпала половина среднемесячной нормы осадков 118,8 миллиметра в течение дня на планете было зафиксировано 327 землетрясений из них 69 магнитудой свыше четырех максимальная магнитуда составила 5,3 пример доброты и человечности бен тейлор в свои 33 года получил сообщение в фейсбуке от джоэла из либерии с просьбой помочь джоэл предложил прислать дорогую электронную технику для продажи ее на местном рынке а выручку разделить пополам похожие письма часто приходили от различных интернет-мошенников и на них бен не обращал внимание однако в этот раз он решил подыграть написавшему ответил что у него есть другое бизнес-предложение которое может заинтересовать так как бен занимается фотографией он предложил джоэлу попробовать себя в этом деле пообещав оплатить понравившиеся фотографии казалось на этом разговор окончен однако к удивлению бена на следующее утро его ждали несколько фотографий снятых по всей видимости на старенький телефон очень плохого качества решив поддержать парня бен отправил тому недорогую камеру и посоветовал как нужно снимать чтобы фото получались более качественно и у джоэла получилось составе фотоальбом из лучших его работ бен основал краудфандинговую кампанию и люди из 40 стран купили более тысячи экземпляров книги желая помочь начинающему либерийскому фотографу бен пообещал джоэлу разделить с ним заработанные деньги пополам свою долю он решил отдать жителям либерии я спросил как мы можем помочь детям и он сказал школьные материалы констовары рюкзаки и стулья это вещи которых детям не хватает больше всего говорит бен получив деньги джоэл купил все констовары рюкзаки и тетради для детей пяти местных школ так одно сердце открывшись другому в доверии и доброте помогло изменить жизнь многих людей каждый человек может сделать многое а если каждый делает добро в пределах своих возможностей возможности добра становятся беспредельными 9 января австралия в городе сидней прошел сильный шторм тысячи домов остались без электричества в течение трех часов было зафиксировано свыше 4600 ударов молнии сша на юге штата калифорния в районе города монте-сито сильные дожди вызвали селевые потоки в результате которых пострадали 88 человек повреждено более 500 зданий было эвакуировано более 20 тысяч 500 человек вследствие низкой температуры минус 20 градусов по цельсию у города фалмут замерз залив базарц штате массачусетс также замерзла река гудзун штате нью-йорк штате северная каролина в национальном парке шалот ревес вон пак из-за низкой температуры воздуха до минус 30 градусов по цельсию аллигаторы впав в спячку в мерзли в корку льда покрывшую пруд китай на восточной провинции аньхой хобей хунань сянзу и шанси обрушились метели пострадали 2 миллиона 400 тысяч человек эвакуировано 3700 жителей нанесен ущерб сельскохозяйственным угодием повреждены три с половиной тысяч зданий франция обильные снегопады сошедшие лавины отрезали от внешнего мира селения банваль сурар в регионе совое в течение 36 часов выпало 180 сантиметров снега швейцария в городе цермат из-за сильной метели 17 тысяч человек оказались отрезаны от внешнего мира вследствие нарушения автомобильного и железнодорожного сообщения был объявлен наивысший уровень опасности местные жители впервые столкнулись с такой непогодой в регионе россия на острове сахалин из-за снежного циклона нарушено движение автотранспорта в течение дня на планете было зафиксировано 342 землетрясения из них 33 магнитуды свыше 4 максимальная магнитуда составила 5,7 десятых 10 января индия штате утр прадеж где нет центрального отопления температура воздуха упала до плюс 2 плюс 7 градусов по цельсию в результате чего пострадали 143 жителя в это же время ряд регионов погрузился в густой туман видимость в некоторых районах не превышала 15-20 метров аргентина в провинциях ла пампа и мендоса где температура воздуха поднялась до 40 градусов по цельсию пожара хватили 300 тысяч гектаров леса сша в городе пекас в штате техас прошла пыльная буря колумбия в городе богата прошел градовый шторм пострадали 11 тысяч людей франция на реке сона произошел паводок греция в номе миссиния на полуострове пелопонез выпал град размером с перепелиное яйцо гондурас в карибском море произошло землетрясение магнитудой 7,6 баллов на глубине 10 километров вызвавшие отток воды от берегов штата белиза индонезия в округе сэмбалун на острове ламбок сошел оползень в течение дня на планете было зафиксировано 349 землетрясений из них 69 магнитуды свыше 4 максимальная магнитуда составила 7,6 11 января бразилия в районе города флорианополис в штате санта катарина проливные дожди вызвали затопление а также сходы оползней и селевых потоков гаити на северо-востоке страны проливные дожди вызвали наводнения в результате чего пострадали 6 человек разрушены десятки домов япония на префектуры исикава ниигата таяма и фукуи обрушились метели в городе цугава на острове хансю снежный покров вырос до рекордных 134 сантиметров а в городе ниигата до 78 сантиметров в 10 раз превысив норму в районе города санзио из-за непогоды на путях застрял поезд с шестьюстами пассажирами между префектурами таяма и исикава вследствие заносов около 1200 автомобилей застряли на дороге не сумев подняться в гору южная корея в городе сеул температура воздуха упала до минус 16 градусов по цельсию средняя температура по стране достигла минус 10 градусов по цельсию казахстан на город истана обрушился снежный буран с порывами ветра до 30 метров в секунду в некоторых районах видимость не превышала 50 метров россия в новосибирской области из-за метели с порывами ветра до 27 метров в секунду пострадали два человека повреждено несколько зданий без электричества остались полторы тысячи жителей в течение дня на планете было зафиксировано 416 землетрясений из них 115 магнитудой свыше четырех максимальная магнитуда составила 6,2 хорошие ноги рано или поздно станут спотыкаться гордая спина согнется волосы поседеют красивое лицо покроется морщинами и только доброе сердце подобно солнцу никогда не изменяется и будет нести теплоту уильям шекспир 12 января сша штате пенсильвания после сильных морозов на реке аллегей не началась вот теперь в течение дня на планете было зафиксировано 344 землетрясения из них 58 магнитудой свыше четырех максимальная магнитуда составила 5,3 на протяжении недели в стадии извержения находилась 36 вулканов в течение недели произошло 480 землетрясений в радиусе до 20 километров от действующих вулканов и на глубине не превышающей 20 километров наиболее активными были вулканы клер-лэ и гора мамот в калифорнии а также зона разлома тьорнос также произошло 24 землетрясения в 30 километрах кальдер и еллоустон с максимальной магнитудой две целых четыре десятых всего за неделю более 24 тысяч 800 человек стали климатическими беженцами сознание всегда разделяет и по-другому она не может существовать она всегда вешает на людей различные ярлыки разделяет весь мир на мы и они на бедных и богатых городских и деревенских местных и недавно прибывших кому можно доверять от кого следует прятаться с кем у нас есть что-то общее и с кем нас ничего не связывает и по многим другим критериям все мы люди двойственны по своей природе но мы всегда можем выбирать кого слушать голос сознания в голове с его разрушительными программами или же голос души несущий созидание и жизнь сознание обманывает нас уводя от правды а правда заключается в том что все мы люди мы едины в духе у нас одно место проживания земля одна национальность человечество помочь разобраться в том кто мы есть могут книги анастасии новых а также вышедшая передача сознание и личность от заведомо мертвого к вечно живому интересный социальный эксперимент провела телекомпания tv2 дэнмарк показывающий что нас много что объединяет и все разделения искусственные в эксперименте участвовали различные социальные группы которые на первый взгляд не имели ничего общего ведущий задавал вопросы кто верит в жизнь после смерти кто нашел смысл жизни кто считает себя счастливым человеком участники увидели как исчезают границы и появляется всеобщее понятие мы люди объединенные одними устремлениями одними ценностями добром человечностью и любовью между нами намного больше общего чем того что нас разделяет и давайте всегда помнить об этом вкладывать внимание только в то что нас объединяет и помогает становиться людьми с большой буквы объединение людей залог выживания человечества